Приветствую вас, Андрей. Знаете, ваш вопрос, который вы задаёте, он достаточно серьёзный, я бы сказал, и по сути своей это очень хороший запрос, то, что вы пишете. Правда, меня почему-то не покидает такое чувство, да, что вы как будто говорите, знаете, чужие слова, то есть как будто вы говорите не своими словами, как будто вы говорите вот, когда, ну, описываете, свой вопрос, вот. Такое у меня возникло ощущение, по крайней мере. Я не буду утверждаться наверняка, не буду говорить со стопроцентной уверенностью об этом, вот. Но мне кажется, что всё же вы говорите не совсем своими словами. Вот. Почему? Ну, потому что, если вы знаете такие вещи, если вы знаете такие, грубо говоря, термины, как, значит, маски, если вы знаете такие вещи, как, где я, где другие, вот. Если вы эти вещи знаете, то, в принципе, это уже неплохой шаг вперёд. То есть уже определённый прогресс в том, что, чтобы различать, где вы, да, где вы, а где другие люди, у вас имеют определённый прогресс, вот. Теперь, теперь, конечно, нужно дальше с этим работать. А, смотрите, значит, ну, история, 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 она на самом деле такова, что этому нужно учиться. Наобходимо учиться, вот, тому, чтобы, а, значит, ну, не делать того, что вы делать не хотите, не хотите. Вот. Это и, соответственно, ваши чувства, которые вы испытываете. Это и, соответственно, ваши установки, которые у вас есть. Я имею в виду установки, вот, собственно, ну, по жизни, которые у вас имеют место быть. Это и определённые, определённая выгода, которую вы получаете в результате, как бы, того, что делаешь. Потому что, то, как вы ведёте себя, то, как вы себя позиционируете, как вы себя ставите, это взялось не на пустом месте. И появилось это не на пустом месте. Образовалось это не на пустом месте. А в результате определённой позиции, в результате определённой выгоды, которую вы получаете через следование тому, тем путём, который вы для себя выбрали. Вот. Вот. Понимаете? Какая история. Вот. И это нужно понимать на самом деле. Анализ, анализ установок ваших, то есть анализ ваших представлений о том, что правильно, а что нет, и выработка этих самых установок, то есть представления, как правильно, как неправильно. Как нужно, как не нужно. Вот. А, значит, анализ того, что является для меня вредом, например. Да? Анализ того, что является для меня в пользой. Вот. Соответственно, поиск этого, то есть поиск того, что является для вас вредом, что является пользой. Вот. А, поможет, поможет прийти к определённому пониманию. Вот. Установка личных границ между вами и другими людьми, то есть где я, а где другие люди. Вот. Это тоже очень важный такой на самом деле момент. Вот. Который, а, значит, необходимо определять. Чувства. 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 То есть вот определённые чувства, которые есть. Допустим, у вас, их тоже нужно анализировать. То есть это именно работа с чувствами. То есть где мои чувства, какие мои чувства, ну какие чувства испытываю я. Да? Вот. Где чувства других людей. Вот. Соответственно, что чувствую я, когда делаю то или иное. Ну вот. Для чего я делаю то или иное. Это вот те аспекты, которые в любом случае нужно исследовать. То есть анализ чувств и единение со своими чувствами, это вот то, что необходимо в любом случае для вас. Вот. Анализ ваших чувств. Для этого нужно повышать эмоциональный интеллект. Вот. То есть это, ну, тоже такая определённая работа. Вот. Ну, определённая работа над собой. Вот. Вместе с психологом вы проходите весь этот, собственно говоря, путь. Если, конечно, хотите и готовы работать в этом направлении. Вот. Значит. Повышение уверенности в себе. А, то есть, аккумуляция энергии. Вот. Определение, скажем. Скажем так. Проблем. Да. То есть, ну. То есть, какие проблемы вообще у вас могут быть, какие проблемы имеют место быть. И так далее. То есть, что и как вы, значит, хотели бы сделать, что и как вам нужно. И так далее. И так далее. И так далее. Это всё про принятие себя. Отдельного пункта, пожалуй, заслуживает история о том, что вот, ну, тот факт, что вы не можете себя принять. А, определяются ещё и родителями. То есть, вы не можете себя принять, потому что ваши родители, они требовали от вас не быть, ну, самим собой. Наши родители требовали от вас быть кем-то другим. Вот. И они пресекали ваши попытки, можно так сказать. Они пресекали вашу потребность, вот, быть самим собой. Вот. И по итогу вы просто слышите у себя в голове так называемые, ну, так называемые голоса, которые говорят вам, что ты не должен быть таким, ты не можешь быть таким, тебе нельзя быть таким. Вот. Ну и так далее. И это всё также на вас влияет. Умение, умение распознавать эти голоса, умение распознавать голоса у себя в сознании. И, как бы, понимать, какой голос, когда и для чего звучит, также является необходимым условием для того, чтобы себя принять. Вот. Ну, это всё была такая чисто вот, скажем так, не теория, может быть, но, по крайней мере, это было достаточно отдалённо от вас, от вашей, скажем так, ну, может быть, проблемы, может быть, от вашей ситуации. Вот. Теперь я бы хотел, чтобы вы немножечко обратили внимание на, скажем так, практику. Значит, а, для начала, для начала, я даю, как правило, такую задачу, составить список, список того, что я в себе не принимал. Вот. Просто список, просто список того, что я в себе не принимал и почему. То есть, конкретно, что я в себе не принимаю, да, то есть, ну, просто, что я в себе не принимал. Вот декларировать, что вы в себе не принимаете, да, вот, давайте и определим, что именно вы в себе не принимаете. конкретно. Вот, списочек этот вставляем, вот, и дописываем к этому аргументы, да, то есть почему я не принимаю это. Вот, аргументы и откуда узнал, то есть источники. Источники этого, ну, то есть источники того, откуда я знаю, что, например, у меня, допустим, этого, грубо говоря, быть не должно. Вот, откуда, как эта идея ко мне пришла, с осознанием следствующего. Вот, ну вот, в принципе, это начало работы. У вас достаточно такая вот постоянно неуверенность в себе, да, то есть вы, ну, постоянно в себе неуверенность. Вот, я полагаю, что вам нужна последовательная работа, ну, во-первых, нужно просто, чтобы вы доверяли, чтобы вы доверяли людям, чтобы вы доверяли хотя бы вот психологу, с которым, например, будете работать. Вот, ну, я не знаю, будет, будет или не, но вообще, вообще, вообще надо. Вообще, вообще надо. Вот. Вот. Ну, вот так. В принципе, то есть это вот то непосредственно, что можно вам сказать. То есть это единого какого-то средства, да, единого какого-то способа взять и сразу себя принять, да, такого способа нет, потому что если бы он был, то вы же понимаете, что все люди бы, ну, не испытывали бы проблем. Короче говоря. А так, поскольку люди испытывают проблемы, то, значит, соответственно, она существует. Вот, к сожалению. И то, что нам нужно сделать, это работать. Нам нужно работать с этой проблемой. Нам нужно с ней справляться. Нам нужно с ней что-то делать. Нам нужно ее прорабатывать. Понимаете? Какая история. И тогда будет результат. Вот. Я не знаю, насколько вы работали, но вот судя по вашему аккаунту, да, вы не брали индивидуальной консультации. Вот. То есть вы только задаете вопросы. Вопросов вы задаете достаточно много. Вот. Ну, я ничего не говорю против того, что вы задаете вопросы, да, то есть задаете, в принципе, задаете. Вот. Только, к сожалению, да, ничего, как бы, хорошего не будет в этих вопросах. Вопросы – это не работа. К сожалению. Вот. Вопросы – это не индивидуальная работа, которую вам нужно проводить вместе с психологом. Вот. Понимаете? Какая история. Вот. Поэтому так вот. Ну, для начала, для начала, я думаю, что вот такого задания, да, которое я дал, оно более чем достаточно. То есть задавьте список, а вы этого себе не принимаете. Вот. По поводу того, чтобы не одевать маски, да, чтобы определить, где вы, где другие люди. Вот это работа с чувствами, это всё можно сделать, это всё, это всё как бы прорабатывается, вот. Ну, только нужно, нужно работать с вами. Нужно, чтобы вы учились раскрывать свои чувства, вообще. Вот. У меня нет пока ощущения, да, что вы умеете это делать. Вот. Мы, конечно, можем вас научить. Мы можем, у нас есть для этого все средства, все необходимые для того, чтобы научить вас слышать свои чувства. Вот. Я бы для начала с вами пообщался бы, потом я бы посмотрел, насколько у вас развит эмоциональный интеллект. Вот. И уже, соответственно, дальше бы можно было смотреть, в какую сторону двигаться. Сами. Вот. Не ждите, не думайте, что будет какой-то такой вот универсальный результат. То есть универсальный рецепт решения проблем. Вот. Его, к сожалению, его не будет. Каждый, каждый рецепт, он универсальный. То есть каждое решение, каждое средство подбирается отдельно для каждого человека. Ибо двух одинаковых людей, да, не бывает. Двух одинаковых людей не существует. Вот. Поэтому вот так вот, только что я могу вам сказать. Вот. Надеюсь, по направлениям вы поняли. Как и что. Значит, соответственно, уже вам решать, будете ли вы что-то делать, именно делать или нет. Это уже исключительно вам решать. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, дополнительные пишите в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.